Здарова, молодые Скайримщики! И это продолжение вашей самой любимой рубрики Что будет, если... Ииии, в Скайриме! Так вот, сегодняшняя тема посвящена DLC, в частности, Драгонборну. Дело в том, что официально нам все всегда заявляют, что это DLC можно проходить только после того, как эти челики-седобороды, которые живут там, и высоко-далеко, признают нас давакином и выдадут квест на урок Юргена, после чего мы можем в любом крупном городе Скайрима встретить челикосов, которые к нам подойдут и скажут «Эй, ты! Ты фэк!» И все, получается, DLC уже можно проходить. Так вот, нихрена это не так. Это я уже затестил, это я уже проверил, и сегодня я вам покажу и расскажу, как всего лишь за несколько шагов можно начать данный квестин намного раньше. Ладно, может быть, не совсем намного раньше, но все равно раньше. То есть, по крайней мере, к седобородам ходить точно не придется. Ну шо ж, надеюсь, вы поддержите это видео лайком к СТА, а также оформите подписочку на данный ченнел, если смотрите здесь видеоролики на постоянной основе. All right, не будем тянуть DLC за Dragonborn, let's go, отправляемся мы на остров Солстейм. Но в квестах у нас должен быть активирован квест «Путь голоса», собственно, пойти к этим самым седобородам, чтобы они нас там обучили парочки беспонтовых криков и признали нас давакином, но нам пихуй это, в принципе, не важно. И тут смотри, какая дилемма получается. Мы приезжаем на Солстейм, и по факту нам здесь мы квест никак не можем получить. Нам никто здесь не расскажет ни про Мирака, ни туда-сё, где что искать. Если мы придем в его святилище, где все батрачат, там мы ничего нихрена не найдем, потому что мы там должны кого встретить? Правильно, Фрею. Но Фреи там нету. И, собственно, может сожжиться впечатление, что всё, уйма, давай обратно дуй в Скайрим к седобородам. И вот, что нам нужно сделать первым делом. Посещаем то место, где находится первое слово силы подчинения воли, чтобы можно было разрушать здесь не камочки, смекаешь? Которые заставляют, собственно, людей батрачить на Мирака. И по Нексольду мы, естественно, после победы над драконом, всасываем свою первую Душкенцию, которую мы можем потратить на прокачку тех или иных криков. Но здесь, в частности, нам нужно потратить эту самую душу на подчинение воли. И так вот сложились обстоятельства, что у этого дракона Мирак у нас спыздить не может. Почему? Потому что Мирак ещё с нами не виделся, и о нас не знает. И вообще мы DLC ещё даже не начали. Изучаем подчинение воли и вкидываем, естественно, в него душу дракона, чтобы всё это дело прокачать. А ещё я хочу вам показать такой вот небольшой момент. Перед тем, как пойти и очищать все камышки, камышки, которые здесь есть, я зашёл посмотреть, чем ли тут занимаются скалы, или, возможно, я здесь Фрейю смогу найти, но никто со мной не захотел контактировать, потому что они держат барьер, чтобы здешних жителей не отправило батрачить на Мирака. Ну, это ладно, это всё нормально. Фрейи, кстати, да, опять же, повторюсь, я не нашёл, и после чего я отправился разрушать первый камышек. Браканул на него подчинением воли, вылез огромный мерзкий луркер, после чего я его задамажил и отправился обратно. И вот здесь, мой молодой и юный зритель, я тебе хочу сказать то, что начинается самое интересное, потому что сейчас будет диалог, который ты вряд ли слышал. Тебе удалось победить. Я чувствую это. Да сбережёт тебя всесоздатель. Ветер перемен... Похоже на то. И благодарить за это нужно тебя. Мы и так уже в долгу перед тобой. Но я должен попросить тебя ещё кое о чём. Фрейя, моя дочь, отправилась на поиски источника этой тёмной магии. Она пошла в старый храм в центре острова. Я не хочу, чтобы она рисковала собой и беспокоюсь о её безопасности. Если сможешь найти её и убедиться, что с ней всё в порядке, я буду очень благодарен. И таким образом мы получаем квест уже на само основное DLC именно от отца Фрейи. Прикинь! А так что, можно было? Да, можно! И даже не обязательно ходить к седобородам, чтобы вся эта тема началась. Ну шо ж, посмотрим, что скажет Фрея, когда я её найду. Ну и пока я к ней подбегаю, можешь, кстати, оставить ответы мне в пигменты. Нравится тебе Фрея или нет? Фрея или нет? Что привело тебя сюда? Зачем ты здесь? Я не понимаю, с чего это он посылает чужеземцев искать меня? Он же знает, зачем я сюда пришла. Наш народ охвачен безумием, которое поразило весь остров. Может быть, теперь и Сторм тоже. Наши были слепы. Правда? Спасибо всесоздателю. Но всё равно храм стоит. Камень-дерево сквернёт. Как мы можем быть уверены, что скаалы сохранят свою свободу? Я не могу вернуться в деревню, пока не найду источник этого зла. Ты пойдёшь со мной в сердце этого проклятого храма? Ну и здесь, в принципе, всё идёт по классик. Мы спускаемся в данное подземелье, всех убиваем. Фрея с нами болтает, и я её внимательно слушал. И, к сожалению, ничего нового она не сказанула. Открыл, значит, я княженцию, которую нашёл, и тоже Мирак мне ничего не сказал. Лишь то, что я убил парочку драконов. Насчёт Толдуина он тоже ничего не сказал. Ну, понятно почему, да? В общем, такая классическая фраза Ничего нового. Скорее всего, всё это вы уже видели и слышали. И самое обидное, меня уже ждало здесь, потому что на выходе из данной гробницы поведение Фреи, к сожалению, нихрена не меняется. Видишь этот зелёный свет? Он идёт от камня ветра. Там мой народ работает против своей воли. Их нужно освободить. Кого освободить? Алло! Там уже никого нету. Ни зелёного свечения, ни этого камня, ни рабочих, которых она так сильно хочет освободить. В общем, здесь полностью идёт вся скриптовая сцена, как и в обычном прохождении. И вот тут вот я на самом деле реально не понял прикола вообще никак. Какой барьер? Барьера уже нет. Я поговорил со Стормом, они уже не держат барьер, потому что камень больше не работает. Он там больше не сидит. В общем, и на этом все данные приключения заканчиваются. И здесь я могу подвести некоторые итоги. Продумали ли эту всю ситуацию беседка? Безусловно. Продумали ли они её до конца? Безусловно, нет. Потому что вы сами прекрасно видели, начало было бодрое, интересное, классное, возможно, для кого-то даже шокирующее. Но концов очка, конечно же, разочаровало, потому что под конец всё уже пошло своим чередом, всё как обычно. И могу с уверенностью вам сказать, то, что дальше квест продолжается и не думает даже останавливается. Ибо я поговорил с этим стариком, он мне сказал, ну, он скипнул вот этот вот квест, типа, иди поглоти душу дракона и изучи подчинение воли, разрусь камушек и т.д. Этот квест уже скип, потому что мы его, естественно, сделали. И он сразу же нас отправляет к Нелоту. Ну, а дальше уже, ну, как бы нет смысла что-либо делать и показывать. Надеюсь, вам понравилось это видео, вы поддержите его лайком, подписочка, если смотрите на регулярной основе данные видосики здесь. И также можете приходить на трансляции, они проходят каждый день в 16.00 по московскому времени, кроме четвергов. Так что с вами мы завтра в прямом эфире обязательно встретимся. Всех жду, люблю, целую и пока. Если тебе удалось очистить камень ветра Спасибо. Спасибо.